Отлично, добрый вечер все слушатели нашего вечернего сегодняшнего семинара. Напомню, что семинар наш посвящен будет теме Agile, Scrum. В анонсе вообще семинар был довольно, ну скажем так, загадочно обозначен, как что же все-таки надо применять Agile или Scrum. И вот попробуем на какие-то совсем базовые, наверное, вещи сегодня поговорить, потому что семинар традиционно у нас длится 45 минут, это скорее цикл вопросов и ответов и некоторые небольшие вводные вступления, которые, собственно, я постараюсь сделать. Меня зовут Яков Михайлович, фамилия моя Васин. Здесь в нашем центре я уже 7 лет веду курс, почти 7 лет по направлению как раз Agile Scrum. До этого работал в самых разных организациях, перечень моих сертификатов и всего остального можно найти на сайте. В частности, имею сертификат от компании Exyn с статусом, соответственно, Agile Scrum Foundation и определенный опыт работы в этой области, ну и, как я сказал, уже 7 лет преподавания. И традиционно, соответственно, для семинаров сразу в лоб спрашиваю, может, есть уже какие-то вопросы, может, есть уже какие-то пожелания, что бы хотелось раскрыть. Пожелания сказать по кейсам, по примерщинам. Кейсы применения, да? Ну, немножко расширю этот вопрос. Это вообще когда вообще этот самый Agile и этот самый Scrum в принципе вообще применимы? Всегда ли это происходит, всегда ли это возможно? И наоборот, когда это точно невозможно. Ну, а кейсы, соответственно, прямо вытекают из этого. Итак, еще раз повторюсь, сам рекламный наш семинар, он дает, скажем так, объявляет противостояние между Agile, между Scrum. И здесь надо сразу же внести некоторые уточнения. Вообще понятия, конечно, довольно хаотично сформировались, особенно в нашем российском, скажем так, традиционном подходе к ведению проектов. То есть путаница очень большая. Agile называют все, что угодно, Scrum называют все, что угодно. Сразу хочу сказать, что вот в рамках нашего центра мы стараемся, ну, во всяком случае, я, как ведущий преподаватель этого направления, стараюсь давать все, что, можно сказать, в неком идеале описано в этой теме. То есть мы стараемся нашим слушателям показать и привить, как это должно быть в неком идеальном мире. Что значит идеальный мир? Это реальный мир, но только эта практика не та, которая через пень-колоду как-то там сложилась где-то хаотично, а именно та, как она у лучших экспертов в этой области описана. Естественно, я понимаю, во время занятий всегда возникают вопросы, а вот у нас, в наших реалиях, особенно когда мы работаем, например, с госструктурами, как вот нам здесь, вот как нам тут, то есть всегда возникает очень много вопросов на тему, а можно ли это вообще в нашей практике применить и так далее. Вот естественно, что применить все это возможно, и, кстати, кейсы действительно есть, и даже и с госорганами прекрасные кейсы, причем такие, что, ну, даже отрок берет неожиданные совершенно, например, с оборонкой, допустим, вообще, что бы, где agile, где оборонка, вообще невозможно, как бы было бы в голове это все уложить в одно место, но это возможно. Поэтому терминология берется в рамках, во всяком случае, моих занятий, и я стараюсь ее прибивать, такую, которая в первоначальных, первоисточниках у лучших специалистов фигурирует. Итак, в первую очередь нужно вообще чуть-чуть сказать о том, что проектное управление в целом вообще, как некие подходы к проектному управлению, имеет три основные базовые модели. Первая модель, всем хорошо известна, это Waterfold. На нем останавливаться не буду, он обычный, линейный, понятный, последовательный, это цепочка этапов. То есть мы сделали, как правило, некое предпроектное обследование, выяснили требования к проекту, затем мы проверим архитектурное планирование, затем мы, соответственно, приступаем непосредственно к этапу разработки продукта, ведем его, завершаем, затем мы его тестируем, затем мы его внедряем, тестируем уже во внедренном состоянии и передаем в коммерческую эксплуатацию. Все, всем хорошо известная цепочка, всем понятная, у этого метода есть целый ряд достоинств и огромное количество недостатков, особенно в нынешних условиях. Что значит нынешние условия, это особая тема, ее надо рассматривать довольно широко, но в первую очередь, я думаю, что всем известно, что сейчас скорость изменений в первую очередь очень высока, например, скорость изменений в технологиях. То есть, если ты начинаешь проект в какой-то одной технологии, к концу проекта может оказаться, что она уже давно никому не нужна, уже устарела и уже все. Кроме того, очень высоки скорости изменений в бизнесе. То есть, ты запланировал какую-то бизнес-идею, реализуешь ее, к концу реализации оказывается, что она уже никому не нужна и не работает. Ну и в экономике и так далее и тому подобное. В, соответственно, в юриспруденции, ну то есть в законодательных, скажем так, сферах и так далее. Поэтому у каскада в этих особенных нынешних условиях не особо много преимуществ, хотя они, конечно, есть, но есть масса недостатков. Поэтому второй путь, который давным-давно был придуман, еще на заре 60-х годов, в том смысле, что придуман-то он был лет, наверное, 4 тысячи назад, на самом деле. Люди, все, что мы рассматриваем в рамках курса, в частности, по agile, давно-давно было придумано. Просто это вот сейчас оформилось в виде некой концепции, которую применяют в определенных областях деятельности человеческой. Ну известно, все это было очень и очень задолго до нашего существования с вами. Поэтому второй путь, ну вот официально он оформился именно в 60-е где-то годы, это была спираль, спираль, спиралка, или, по-другому говоря, итеративный подход. Он попытался исправить ошибки или проблемы, точнее, в каскаде. Итеративный подход предполагает то, что мы также продолжаем действовать пошагово, то есть мы также набираем некий набор цепочки действий, но устраиваем в рамках одного проекта не один цикл от начала до конца, а несколько циклов. То есть мы проходимся почти по всей цепочке, от проектирования до тестирования, не один, а два, три, иногда больше раз. Получается, что у нас проект разрабатывается в цикле итераций каскадов, по сути дела это так. И частично таким образом устраняется целый ряд проблем, которые есть у каскада, но в этом методе есть огромное количество своих недостатков. Мы подробно их на курсе рассматриваем, опять же останавливаться на них детально не буду, но особо я бы не сказал, что он взлетел. То есть мы не наблюдаем сейчас какого-то бума применения итеративных моделей. То есть они есть, они в определенных нишах прекрасно работают, но опять же достаточно в узких сегментах. То есть поскольку итеративный подход не решил никаких принципиально проблем каскада, у людей давно опять же зрела мысль, что же надо делать-то все-таки, чтобы вот эту самую парадигму подхода к проектному управлению изменить уже кардинально. И вот как раз на границе 80-х годов и родилась новая модель. Ее сейчас назвали Agile. На самом деле тогда, когда люди создавали ее, они слово Agile не знали вообще. Ну в смысле они английский знали, конечно, но никакого Agile тогда они не предполагали в своей голове. Кстати, Scrum появился раньше, чем Agile. То есть в частности вот так произошло. То есть люди, которые создавали эту парадигму, они мыслили просто категориями из несколько иных областей. В частности это были в основном военные. Именно военные смогли, ну или люди как минимум с либо боевым прошлым, либо люди с образованием военным смогли выработать подход, который кардинально отличался от каскада и от итеративки. И назвали его там уже сначала каким-то скрамом, затем еще чем-то. А потом произошла целая цепочка событий, которая уже сформировала некую вот среду, в которой сейчас все это и существует. И ее, эту среду можно описать так, что у нас есть понятие Agile, которое уже появилось позже, и оно уже наслоилось уже на то, что уже было придумано задолго до нас. Кстати говоря, Agile не существует опять же как сферический конь в вакууме. Agile предшествовал Lean еще один интересный артефакт проектного управления, который правда пришел к нам из Японии, как вы знаете, и очень-очень тоже активно развивался. И, кстати, появился в 50-х годах, то есть еще задолго до Agile, но оказал определенное влияние на Agile. В свою очередь уже когда в 80-е годы оформилось вот это направление Agile, под Agile начали понимать, во всяком случае люди, которые все это создавали и стояли у основ, понимать некую идеологию, систему мышления, концепт. То есть по сути дела Agile это Mindset, так определяется это в англоязычной литературе. Mindset это стиль мышления, то есть ты как проектный менеджер, если ты собираешься ввести проекты в рамках Agile, ты должен принять некую парадигму философскую, она в действительности именно философская. Я думаю, все слышали 4 принципа Agile, все их слышали, мало кто до конца понял, до сих пор над ними идут споры, и до сих пор переводы до конца, например, на русский язык каждый год что-нибудь новенькое придумывают, хотя там всего 20 или 30 слов, но так, чтобы перевести прям совсем понятно, до сих пор еще никто не может. Например, слово over, которое там есть в каждом из 4 пунктов, до сих пор не знает, как правильно перевести. В английском языке все знают, что это поверх, над или что-то такое, но переводят превыше, например, или важнее, и вот споры ведутся на эту тему. В любом случае Agile это некий концепт мышления, стиль мышления, который кардинально расходится со всем, что сложилось до, собственно, возникновения концепции Agile в традиционных классических ватерфольных подходах. Кардинально отличается это, значит, на 180 градусов, и это требует очень серьезного сдвига именно в мышлении проектного менеджера. То есть, например, если мы в традиционных классических ватерфольных парадигмах мыслям категории успешно сделали контракт, полностью реализовали все, что было написано в ТЗ, один в один уложились в бюджет и в сроки, то у нас все хорошо, проект удачный. В Agile концепции это вообще не критерий, например. То есть там критерием успешности проекта является вообще совершенно иная вещь. И так вот по каждому из пунктов можно продолжать бесконечно. Вот каждый постулат традиционного подхода в Agile переворачивается ровно на 180 градусов наоборот. Соответственно, этот концепт родился именно по той причине, что люди, которые создавали его, они поняли, что невозможно решить проблему, пока ты находишься на ее уровне. То есть до тех пор, пока ты мыслишь категориями ватерфола, ты не можешь решить проблему ватерфола. Чтобы тебе решить проблему ватерфола, тебе надо выйти вообще кардинально из зоны ватерфола и что-то совершенно иное придумать. Что, собственно, вот и сделали эти ребята, бывшие военные в основном, но и проектные менеджеры, естественно. Опять же, многие слышали, что вот эти четыре постулата Agile родились на конференции, где было 17 проектных менеджеров, на которые они дерились успешными своими проектами. Там был в том числе один из отцов-основателей самого скрама, который, как я уже сказал, к тому моменту свой скрам уже давно и активно применял, причем в очень крупных глобальных проектах, типа система документа оборота ФБР и в других проектах. И вот тогда вот эта концепция из четырех постулатов родилась, из нее родился Agile. Из Agile выросло 12 принципов Agile, которые сейчас считаются лакмусовой бумажкой любого Agile проекта. А в рамках уже Agile, как некого стиля проектного мышления, родилось большое количество фреймворков. Сейчас их уже десятки в наличии присутствуют. Из них, конечно, скрам самый популярный. Поэтому мы в рамках наших курсов рассматриваем его, поскольку именно действительно применение его наиболее широко. Но нельзя забывать о том, что в Agile есть и другие совершенно фреймворки. И, кстати, очень важно здесь обратить внимание на слово фреймворк, потому что в Agile нет понятия методология, стандарт. И, кстати, никогда не будет, как говорят ведущие собаководы. Фреймворк – это в отличие от того, к чему мы привыкли. Например, PMBOK – это у нас что? Ну, что-то такое стандарт, да, какой-то. Или ISO, например. Я имею в виду ISO 2.0.0, там, чего-то там, да, это стандарт проектной деятельности. В Adjare нету стандартов, быть не может, быть не будет никогда. Это говорим мы только о фреймворках. Фреймворк – это некий набор, концепт неких рекомендаций, основной гайд какой-то, который просто описывает, вот как бы здесь надо было делать то-то или то-то. То есть он не дает исчерпывающих ответов на все вопросы, он задает направление. И таким образом, вот в рамках Agile парадигмы мышления проектного родилось уже большое количество фреймворков. И в настоящий момент, соответственно, говорить, например, что лучше, Agile или Scrum, это означает полностью не понимать вообще, о чем идет речь. То есть невозможно себе представить ни один из фреймворков Agile вне парадигмы Agile. То есть Agile – это стиль мышления, а фреймворки типа Scrum, Agile моделинга, Crystal, FDD, TDD и так далее, их там целая куча. Это уже некий конкретный набор рекомендаций по применению Agile идеологии в проектной деятельности в виде какого-то определенного оформленного фреймворка. Исходя из этого, соответственно, мы, собственно говоря, не сопротивопоставляем никаким боком ни Agile, Scrum и так далее и тому подобное. Кроме того, есть еще одно интересное явление. Заключается оно в том, что вот лин, который я упомянул чуть раньше, который появился задолго до появления вообще Agile и Scrum всякого, это, кстати, вообще появление самого термина Scrum. Если открыть Википедию, можно прочитать, что термин Scrum появился из работы двух японских ученых, которые изучали серьезно, научно эффективность работы команд по выполнению набора задач и сравнивали они, когда этот набор задач команда делегировала каждому члену команды и выполняла отдельную часть работы, то есть каждый член команды выполнял отдельную часть работы самостоятельно и каждый делал свою часть работы и потом таким образом они закрывали весь проект. Соответственно, потом они брали эту же команду, но только тот же набор задач, довольно однотипных, они ставили им задание сделать так. Сначала вся команда берется за одну часть работы, затем, когда закончат, перебрасывается на вторую часть работы и так далее. То есть они пытались выяснить, что же работает более эффективно в больших командах при большом наборе циклических повторяемых операций. И в итоге они сделали вывод о том, что когда команда работает над задачами совместно, то это в целом в стратегическом плане обеспечивает более высокую производительность команд. Вот это вот они назвали эффектом Scrum, потому что Scrum это одна из техник, практик в регби, которую, соответственно, они пронаблюдали и она была очень похожа на то, что как раз вот они изучали. Второй источник, тот, кто, собственно говоря, весь Scrum придумал, говорит совсем другую историю. То есть я не знаю, написана ли она в Википедии, но еще задолго до работы этих двух ребят, соответственно, тот, кто, собственно, Scrum-то и придумывал, ну, правда, вместе с коллегами там с определенными, он говорит, что я просто фанат регби и, собственно, Scrum я придумал задолго до этого, именно по той же причине, но только я вообще не был знаком с работой этих ребят и так далее. Короче, само понятие Scrum даже, оно спаривается сейчас, непонятно, кто его там напридумывал. Так вот, соответственно, возникает сейчас вот в ответ на вопрос главный момент. Где же и когда же эти все, ну, виды, скажем так, agile фреймворков можно применять? И в каких случаях он вообще может быть оправдан, а в каких случаях нет? Опять же, есть определенная точка зрения, которая неправильная, и есть моя, да, шутка. И неправильная точка зрения заключается в том, что вот люди умные придумали какую-то новую фигню, и она теперь может нам сделать все значительно лучше, быстрее, если мы ее только внедрим, и все сразу взлетит. Совершенно некорректная точка зрения, ибо Scrum, как и любая другая парадигма проектной деятельности, она не решает всех проблем, у него есть свои недостатки, и опять же, он применим только в определенных областях, в определенных сферах. Это крайне важно понимать, в частности, если перед вами стоит вопрос, можно ли вообще задумываться об agile практиках в вашем проекте, то вы должны обратить внимание как минимум вот на эти пять пунктов. Я специально взял этот слайд из своего курса для того, чтобы на нем остановиться поподробнее, ибо это крайне важно. В первую очередь вы должны применять agile практики, конечно, в проектной деятельности, то есть то, что вы делаете, должно быть проектом. Проект – это некий набор действия, имеющий начальную и конечную точку, задачу, цель, продукт какой-то, да. Ну, в общем, определение проекта стандартно в разных методологиях, в стандартах немножко отличается, но примерно суть такая. То есть если это не проект, то применение agile вызывает вопросы. Например, если у вас нет конечного продукта, допустим. Пробуют, пытаются, применяют, иногда получается, но вообще первоначально он создавался именно под проекты. Во-вторых, это постоянно меняющиеся требования. То есть если у вас на старте невозможно определить полностью, в полном объеме все требования к будущему продукту, это как раз та самая область, где agile может иметь место быть. Если вы на старте можете легко определить все требования к продукту, то agile там делать нечего. То есть ему там делать нечего не потому, что вроде как ему там просто делать нечего, а потому что он там будет неэффективен, потому что он просто сожрет у вас реально больше усилий, денег и всего остального и не даст никакого реального выхлопа, в отличие от традиционного классического waterfall. Соответственно, это один из важнейших критериев на применение вообще agile практик в проекте. Требования могут меняться по самым разным причинам. Сам заказчик не знает до конца, что он хочет. Ситуация меняется в финансовой, бизнесовой, юридической ситуации, которая имеет отношение к продукту и так далее. Не важно. В любом случае на протяжении проекта вы предполагаете довольно частые изменения требований. Если этого условия нет, то это первый и такой главный звонок, что заниматься agile здесь точно не надо. Третье. Возможность вести разработку короткими повторяющимися циклами. То есть если мы можем сделать продукт в рамках одного какого-то достаточно короткого, ну грубо говоря месяц, допустим, цикла работ, и нам не понадобится достаточно длительное время поддерживать постоянную вот такую итеративную работу, то здесь опять же agile будет избыточен и не принесет необходимых выгод. То есть в достаточно коротких прогнозируемых сроках agile не нужен. То есть скрам практики, любые другие фреймворки, они в agile парадигме работают хорошо тогда, когда вы предполагаете достаточно долговременное движение к цели, которое можно легко разбить на постоянные по длительности, я имею в виду циклы, и количество этих циклов будет достаточно велико. То есть это не 2-3 цикла, которые объективно опять же в итоге не принесут никакого выхлопа, никакой прибыли, это достаточно длинные итерации. Итерации могут быть в agile недельными, это минимальная, как правило, итерация, но если их там меньше 4, 5, 6 и так далее, то тут есть большой повод задуматься, а нужен ли он нам вообще. Высокая степень неопределенности в проекте. То есть это к тому же примерно, о чем говорят меняющиеся требования, но дополнительно еще и в рамках введения проекта мы не можем, например, если с требованиями, пусть будет, может быть, все и более-менее понятно, но допустим непонятно с рисками, непонятно с ресурсами, будут они или нет, они очень рвано поставляются, предоставляются, бюджет, опять же, деньги, соответственно, могут выделяться, могут не выделяться и каким-то рваным темпом двигаться, сроки и другие, собственно, критерии, аспекты проекта. То есть если вы предполагаете вот эту степень неопределенности высокую, и управление проектом в этих условиях будет крайне сопряжено с высокими рисками, то вот тут agile может действительно быть полезен. И возможность работы вести командами разработки от 3 до 9 человек. В частности, в скраме есть очень строгое, четкое ограничение на количество людей, которые занимаются созданием продукта. Это ограничение в учебниках описывается как 7 плюс минус 2, то есть от 5 до 9 человек это команды разработки, те люди, которые непосредственно задействованы в создании продукта. В современной, правда, парадигме, в современных тенденциях, скажем так, уже фигурирует нечто чуть-чуть более широкое, это 6 плюс минус 3, то есть фактически мы говорим о том, что если вы предполагаете вести работу командой вот с этим ограничением, то есть у вас не менее 3 и не более 9 человек, то agile применим. Это очень важный момент, потому что действительно в реальности, прямо вот буквально, если у вас 10 человек в команде разработки, то agile здесь в данном случае требует, в буквальном смысле этого слова, разбить эту команду на 2. То есть это будет 2 команды по 5 человек. Но как только вы разбиваете одну команду, 10 человек на 2 по 5, то у вас сразу резко, очень сильно возрастают накладные расходы и многие другие неудобства возникают. Это не значит, что в скраме невозможно вести работы несколькими командами, нет, это возможно. Но в случае, допустим, с теми же там 10-11 человек, часто бывает выгоднее, эффективнее вести работы по waterfall. То есть agile здесь может быть, опять же, экономически неоправдан, допустим. Причин много. В частности, например, если у вас есть команда из, допустим, 9 человек, то, ладно, из 5 вот вы разбили одну команду разработки, 10 человек на 2 по 5, то у вас сразу появляются еще 4 драмоеда. То есть они точно сожрут немало денег и как бы смысл вообще от этого всего разбиения может вообще просто на ноль сойти. Что это за драмоеды? В каждой команде должен быть еще персонаж, который называется скрам-мастер и еще персонаж, который называется владелец продукта. И так в каждой команде. То есть, соответственно, 2 тут, 2 тут еще. Эти люди не создают продукт. То есть они непосредственно не занимаются разработкой продукта. Я их условно называю драмоедами. Это шутка, конечно. На самом деле в agile это важнейшие роли. Но формально вы просто несете расходы на, соответственно, их содержание, на их оплату и так далее. И в итоге, если бы вы вели работы по обычному waterfall, возможно бы это просто вам принесло больше выхлопа, больше эффективности, нежели чем agile. То есть, еще раз, если работы могут вестись вот таким ограниченным количеством людей и с другой стороны, если у вас меньше трех человек, это второй критерий. То есть, наоборот, если у вас в команде разработки два человека, ну тут точно не имеет смысла ни городить никакой agile. Это просто смысла вообще не имеет. Причин, опять же, множество. Подробно мы их разбираем на курсе. Я сейчас не буду останавливаться. Но это тоже ограничение, я считаю. То есть, оно требует команд определенной декомпозиции, определенного разбиения. Особенно крупные компании, у которых в отделах разработки по 100 человек, они при переходе на agile могут столкнуться вот с таким вот неприятным моментом, что надо всех поделить, попилить. К каждым девяти человекам прислонить еще двух дармоедов. И потом еще надо организовать всю эту кучу шоблу команд. Как-то еще и организовывать надо. То есть, появляются еще так называемые надкомандные уровни. Уровни управления этими командами. В общем, там достаточно сильно усложняется процесс. Тем не менее, если именно в остальные критерии в проекте они показывают, что agile здесь эффективен, то работы большим количеством команд тоже вполне показывают свою эффективность. Вот что мне бы хотелось сказать по поводу в целом вообще agile, идеологии и agile практики, где это может быть применимо. А уже вот непосредственно по кейсам сейчас попробую что-нибудь еще рассказать, если нет вопросов. Итак, по поводу практики применения. Она очень обширена. В настоящий момент, ну, есть реальная статистика. Допустим, ну, она, конечно, не наша. То есть, я не имею в виду Россию. Западная статистика, в частности, например, в Штатах. Более 40% всех проектов делаются по agile фреймворку. Имеется в виду проекты в основном, конечно, в области софтверной, да, в области IT и софтверной. Почему? Потому что именно там действительно применение agile команд наиболее оправданно. Но четко надо понимать, что, конечно, одной только IT сферой или софтверной сферой agile не ограничивается. Например, у нас в России есть, даже у нас в России, надо так говорить, есть примеры применения agile команд, команд в бухгалтерском учете, например, в строительстве загородных домов. Я лично знаю команду, бригаду, я бы так назвал, из строителей, которые строят загородные дачи людям по agile. У них там есть скрам-мастер такой, ну, у него там все нормально, у них авторитет, и у него там все, команда работает по agile. Он где-то это все дело посмотрел, послушал, не знаю где, организовал, у них прекрасно все работает, у них там дисциплина просто на ура. Ну, потому что у человека там звезды на плечах, и, в общем, там все организованы по agile очень строго. И прекрасно, прекрасно, он прям доволен, как слон говорит, вообще мне так нравится этот agile. То есть люди понимают ценность agile практики и agile философии. Есть, вот повторяюсь, кнопка, например, команда, которая очень много публиковала различных отчетов о том, как они внедряли agile, потому что там учредители этой организации полностью agile муты на всю голову, это нормально. Банки 24, насколько я помню. Я могу сказать хотя бы из тех, кто был у меня на курсах, у меня на курсах, ну, были сотрудники отделов, вот я могу просто по памяти сейчас попробовать, Сбербанк, Метро, ВТБ-24, Газпром, Газпромнефть, Газпромбанк. Могу сейчас что-то перепутать, но перечислять можно дальше сколько угодно. И везде, во всех этих организациях сюда приходили люди, не просто так, они именно говорили, что мы так или иначе, либо у себя внедрили это, либо в каких-то подразделениях, не всегда это во всей организации, конечно же, либо мы сотрудничаем, например, у нас отдел поддержки, вынесен на аутсорсы, там отдельная команда, и она полностью скрамовская, и мы с ней вынуждены взаимодействовать, нам нужно понимать, как выстраивать с ними взаимодействие. То есть все, ну дальше я могу продолжить, например, тот же Альфа-банк, который у нас вообще несколько лет был пилотным проектом, я имею в виду у нас, в России они активно вели пропаганду Эджайла, все знают Альфа-лабораторию, она, правда, закрылась в том году, но так произошло, говорят, что совсем по другим, независимым от Эджайла причинам, но тем не менее, долгое время они были таким ярким знаменем, это был Research and Development департамент Альфа-банка, который вел работу только по Эджайл практикам, и можно продолжать и продолжать и продолжать. На Западе очень многие корпорации, то есть они уже не на уровне каких-то отдельных команд, а на уровне корпорации ведут управление по Эджайл, то есть Эджайл проник и в уровень корпоративного управления, то есть он уже появился не только там, где непосредственно команда создает какой-то продукт, но и вообще на уровне корпоративного управления. Сейчас активно растет интерес к таким понятиям, как гильдии, трайбы и так далее, это вот как раз уже сфера корпоративного управления, почта, банк, например, вот прекрасно с большим интересом, например, у нас также присутствовали, внедряли у себя, и можно перечислять еще много. Перечислю, ребят, не буду перечислять всех, потому что побаиваюсь, честно говоря, но Министерство обороны, например, все производители всего, что у нас движется в армии, все здесь перебывали у меня, и все говорят, что мы применяем это, и у нас прекрасно это работает. Есть проблемы, я имею в виду госзаказ, оборонзаказ, понятно, что это, ну, определенно имеет сложности, но если непосредственно не выносить agile за рамки команды, которая создает продукт, то внутри вот непосредственно отделов разработки или отделов создания продукта это прекрасно функционирует, и даже в таких организациях есть позитивные отзывы о применении и о внедрении, и довольные ребята. Так что кейсов огромное количество, везде какие-то те или иные проблемы. Как правило, какие проблемы при внедрении agile возникают? В большинстве случаев самая большая проблема – это неготовность руководства вникать в эту парадигму. То есть руководство остается на уровне ватерфола, я имею в виду в стиле мышления, а от команд начинает требовать, давайте там идите вот эту новомодную зверушку послушайте и внедрите у себя тут, чтобы, ну, главная задача в менеджменту-то понятна, это чтобы меньше денег тратить и чтобы больше бабла зарабатывать, да, это все ясно. Но agile – это не та штука, которая помогает именно вот эту задачу менеджмента решить, она решает другую задачу, она решает проблемы, изменяющиеся требования, ну и так далее. Вот она решает другие задачи. То есть надеяться на то, что внедрив agile, руководство начнет сразу резко больше зарабатывать и меньше тратить не особо приходится. Хотя на самом деле есть такая практика и статистика, что в среднем при правильном применении, в смысле, когда agile применяется там, где он действительно должен применяться, 7-8 месяцев уходит на то, чтобы команда вышла в ноль с точки зрения MVP, то есть затраты на внедрение agile плюс потери на переходе, потому что когда меняется парадигма ведения проекта, это всегда какие-то потери, какие-то пробуксовки, какие-то время на обучение, ну и так далее. Как правило, через 7-8 месяцев команда отбивает все затраты, вложенные в этот процесс перехода и с 9-го месяца начинает приносить дополнительный бонус какой-то, например, в виде ускорения производства на 20% или там в виде снижения затрат или еще чего-то. Поэтому вообще там, когда agile применяется действительно по месту, он в целом показывает реальное преимущество перед waterfall, там, где ему как раз не место. То есть это доказано и это большое количество кейсов показывает. Вот такая вот с моей точки зрения история. Еще вопросы? Вот у нас тут пришел большой лист вопросов. Полтора года работаем над проектом, пробовали работать и в скрам, и в канбан, и в скрам-бан, и в скрам-канбан. Ну, практически всегда скатываемся к водопаду. Есть какие-то методики, инструменты в данном случае? Как правило, скатывание к водопаду означает, что, в общем-то, возможно, ну, несколько причин, конечно же. В первую очередь, может быть, там вам agile-то и не нужен, а вы его все-таки так за рога тащите туда, а он там вообще не приживается, ему там просто реально не место. Надо в первую очередь оценить, действительно ли данные проекты, они требуют agile, да, он там действительно в тему. И вторая идея, вот о которой я сказал, это проблема, это как раз отсутствие поддержки, например, руководства, или не до конца неполное внедрение всех правил практики agile. У того же скрама огромное количество очень-очень важных моментов, то есть, хотя это и фреймворк, но на самом деле, когда начинаешь в него погружаться, это очень-очень стройная система, которая состоит из очень большого количества требований к ведению работ, к организации процессов и так далее. И чаще всего проблема заключается в том, что люди услышали, что там, ага, у нас должен быть спринт, он должен быть две недели, вот они сделали спринт две недели, а что там внутри этого спринта, то, что там еще огромная куча, там полторы тысячи различных аспектов нужно учесть и нужно их внедрить, об этом забывают. Поэтому в англоязычной среде есть такое понятие скрамишь, скрамбат и разные другие слова неприличные, в русском языке это называется скрам деревенского разлива, ну и так далее, тому подобное. Вот чаще всего проблемы начинаются тогда, когда про agile ничего не поняли, ничего из agile не внедрили, идеологию мышления не поменяли, что-то там впихнули и в итоге это не работает. Действительно это так, все авторитетные эксперты говорят, если вы не можете действительно полноценно внедрить agile во всех его аспектах, которые требуют учебники, лучше занимайтесь waterfall, потому что в большинстве случаев при отсутствии полноценного внедрения скрам развалится. Контроль над скрамом это очень важный момент, там очень много как раз техник, которые нужно внедрять и где-то в каких-то моментах возможно есть какие-то упущения. Это наиболее частые причины, которые я по опыту вижу, но могут быть и другие, поэтому что здесь порекомендовать, это только внимательно познакомиться со скрамом в том виде, в каком он должен быть и решить, можем ли мы действительно применить все это, и если у нас поддержка руководства, то есть или если ее нету, то найти ее, и только тогда возможно что-то вырубит. Очень много примеров, например, в скраме есть такое понятие, как команда отбирает требования себе на ближайший этап работ, на ближайшую итерацию сама, то есть это вообще ломает мозг окончательно просто, если к этому не подойти правильно, ну что значит, вот сидят 9 человек, которые говорят, ну мы вот на ближайшие 2 недели возьмем вот это, вот это и вот это, а вот это и вот это мы не возьмем, вот это не возьмем, вот это мы не возьмем, а возьмем только вот это. И им никто не может ничего сказать, представляете себе, в наших мозгах-то это же никак, это же мне кажется вообще невместимо вообще, невпихуемо, по-моему, в наши головы вот такая парадима, как когда люди берут сами себе работы на ближайшие 2 недели, и никто не может им сказать, возьмите еще вот это, еще вот это, и сделайте еще вот это, а заодно еще разгрузите фуру, Она сейчас приехала как раз. А в этот момент такой встает какой-то чувак странный с черным поясом. Тому, кто это сказал про фуру, выволакивает его в коридор, пробивает ему в печень и больше этот человек под названием генеральный директор в эту команду вообще не заходит. Как это в нашей голове может уместиться? То есть, а это все нужно, а если это не внедрить, это не работает и так далее. Я немножко сейчас утрирую, шучу, конечно, про печень я имею в виду. В основном пробивается в другое место, но в общем не важно. Короче, и так далее и тому подобное, но это все требует, это нужно внедрять. Иначе успех, как правило, мало гарантирован. И вот чаще всего результаты опросов показывают, у нас внедряется именно скромбат вот этот самый или agile деревенского разлива, как у нас говорят. Эффективность его резко ниже, чем у waterfall, поэтому чаще всего рекомендации такие. Если нет возможности полноценно внедрить agile, лучше все-таки остаться в парадигме waterfall и начать постепенно из agile внедрять его. элементы. Вот это самый лучший путь, не пытаясь сразу перескочить в agile, а начать пошагово внедрять какие-то элементы из agile, понимая, что сразу переход невозможен, возможно только постепенно итеративная работа. И вот этот путь как раз ведет чаще всего к успеху. Так делают, во всяком случае, как я вижу, большинство. У нас есть сейчас флагман новый, альфа-банк флаг уронил, его флаг поднял кто? Правильно, Герман Оскарович. Спасибо ему огромное. Как только Герман Оскарович поднял флаг, ко мне на курсы стало приходить в 4 раза больше людей. Можно ли без дефопс нормально построить работу? Так как периодически возникают проблемы то с тестовыми средами, то с раскатом изменений на период на рабочую среду. Это вопрос скорее больше технического характера, он не имеет отношения к скраму, он имеет отношение просто к организации процессов. В скраме вообще все процессы по разработке, тестированию и так далее, и поддержке продукта, они решаются командой на ее собственное усмотрение. Поэтому будет ли она там девопсом заниматься или чем-то еще, это вообще не рассмотрение в области скрама, это вне скрама находится. Это должна решать каждая отдельная команда, уже в зависимости от требований, задач и так далее. При изменении скрама заказчик хочет, чтобы загрузка всех ресурсов была на 100%. Загрузка ресурсов на 100% в скраме обязательно, must have, только так и по-другому никак, в скраме вообще каждый член команды выделен на проект на 100%. Опять, это я говорю сейчас как должно быть, я не говорю как у нас, а как должно быть. То есть по определению, если у нас скрам, то у нас команда выделена на проект на 100%, и там не может быть не 100% загрузки, все пашут, как папа Карла, на достижение результата. К нотациям ваших курсов указано, что данный курс готовит к сдаче экзамена. Да, у нас действительно есть такая подготовка к сдаче теста, вот того самого, который я показывал, это экзин. На самом деле по agile направлению очень много разного рода компаний сертификационных. Среди них лично нам экзин, например, симпатизирует тем, что это европейский конкурент в некотором роде PMI, и он действительно подошел серьезно к этому вопросу. У них довольно давно существует сертификация, причем сертификация по agile у них в частности есть как agile foundation, так она есть и для скрам-мастеров, и для скрам-владельцев продуктов, то есть для каждой роли отдельно. Поэтому, ну кроме того, это крупный европейский центр, и у них все организовано действительно серьезно. То есть сертификация этой организации, это не просто бумажка какая-то, это объективно подтверждение того, что человек действительно что-то знает в этой области. Умеет ли это уже другой вопрос, но знает точно как минимум хорошо. Поэтому, да, мы тоже построили в нашем центре курсы так, что у нас есть скрам-фондейшн, это вот наш курс основной 4 дня, и потом у нас есть отдельный курс по скрам-мастеру, а также готовится курс для скрам-владельцев продуктов. Поэтому они друг друга не заменяют, они являются последовательными в зависимости от того, что человек хочет достичь. Если человек хочет стать специалистом в области проектного управления, как владелец продукта в agile, то он должен пройти скрам-фондейшн, agile фондейшн и соответствующий курс по скрам-владельцев продуктов. На курсах разбираются примеры с данных экзаменов. Да, в курсах есть как раз-таки все слайды курсов почти подготовлены таким образом, чтобы ответить на все вопросы, которые встречаются в этом тесте. То есть, когда я готовил курс, я ориентировался на вопросы из тестов. Рассматривается ли скрам-команды с большим количеством скрам-команд? У нас в рамках нашего центра курс agile скрам-фондейшн, он касается работы непосредственно людей в проектной команде. То есть, он затрагивает именно аспекты и вопросы, с которыми сталкиваются сотрудники, члены скрам-команды. То есть, это владельцы продукта, скрам-мастера и члены команды разработки. Все остальное, то, что находится за рамками этой скрам-команды, мы рассматриваем достаточно касательно. Это не цель нашего курса. Наша цель – именно дать навыки и знания людям. У нас очень много практики, очень много командной работы в курсах. Но именно вот членам скрам-команд. Управление скрам-командами и другие вещи – это скорее тема несколько более других курсов. Они тоже есть. Это, например, с прошлого года вы знаете, что в PMI есть, точнее, agile вошел в PMI, как один из разделов собственного PMBOK. И у них есть сертификация PMI-ACP, agile certified professional. Вот она как раз больше затрагивает вопросы управления командами с точки зрения менеджмента. Когда у нас одновременно работают 5-10 команд, но их работа должна быть… А, да, окей. Правильно ли будет, если одни из членов команды разработки будут выполнять роль скрам-мастера? Неправильно, так быть не должно. Для каких целей привлекает agile коучей? Это сторонние эксперты, которых, как правило, невыгодно держать в штате. Кроме того, это не только невыгодно, но и вредно. Поэтому это обычно эксперты в области agile практик, которые привлекаются со стороны для того, чтобы разрешить какие-то проблемы недоумения, когда команда изнутри, и менеджмент в том числе, не могут эти проблемы увидеть даже часто или решить. Agile коучи выступают, собственно говоря, экспертами, которые помогают команде разрешить проблемы. Помочь он может очень сильно. Действительно, взгляд со стороны, в первую очередь, он дает возможность увидеть все, все проблемы, какие команда сама не способна видеть. В русском языке есть такое понятие «вариться в своей кастрюле» или в своем соку. То есть команда очень часто, работая особенно долгое время, перестает видеть реальные проблемы, которые у них в процессах. То есть они просто их не видят, у них глаз замылен, они не способны оценить, насколько корректно или некорректно эти процессы у них выстроены. Взгляд со стороны, agile коучи может кардинально изменить работу команды, если они, конечно, прислушиваются к его рекомендациям, реально их выполнят. Скрам в чистом виде, без XP, Kanban, девелоперских проектов встречается. Такие умные слова, как XP, Kanban и так далее, это практики. Это практики непосредственно для решения каких-то тактических задач. Поэтому вообще в скраме нету такого слова Kanban, нету такого слова XP и так далее. То есть скрам прекрасно существует без всего этого. У скрама есть все, чтобы прекрасно реализовывать проект, продукт без вот этих слов. Но действительно XP, Kanban и разные другие лины, они очень и очень тесно интегрируются с agile, они абсолютно в согласии находятся с его ценностями. И поэтому очень часто командами применяются элементы из этих вещей. Но это абсолютно необязательное условие. То есть еще раз, в скраме этого быть не must-have, то есть это необязательное условие. Опять же, правильно ли будет, если член команды выполняет роль скрам-мастера? Об этом я уже сказал. Все, окей. Еще вопросы? Если сотрудники заняты в основной деятельности, и проекты это просто дополнительный, то есть вопрос в том, что сотрудники занимаются каким-то проектом, текущей деятельностью, и сверху на них еще выложится нагрузка по проекту, имеется в виду скрама. Возможно такая схема, когда сотрудников привлекают в какой-то проект, в котором ведется работа по скраму, но в этом случае, ну, опять я рассказываю, как должно быть, да? Не как делают у нас, а как должно быть. В этом случае они должны быть строго выделены на определенное время, каждый день на этот проект. Грубо говоря, я Вася, я занимаюсь, подметаю пол, но с 10 до 12.30 каждый день я прихожу в команду и занимаюсь проектом, поведением, собственно, вот этим проектом. Все, в 12.30 моя работа закончена, я ухожу из команды и продолжаю подметать пол. То есть я вот забираю из его отдела, все, да, абсолютно верно. Они все должны быть вообще в одну комнату собраны, и там этот делать проект себе. Причем конкретное, четкое количество часов в день. Отработали все вместе какое-то количество часов и пошли по своим отделам продолжать нести полы там и заниматься другими вещами. Вот при таком подходе это возможно. Во всех остальных случаях нет. И сейчас я скажу сразу, как правило, люди после нашего курса выходят и такие говорят, ну у нас ничего похожего никогда даже близко не было. И, ну я это слышу, отзывы людей слышу. Нет, им всем все нравится, они говорят, блин, вот так бы у нас, но вот никогда у нас такого не было. И многие говорят, еще и никогда не будет. Это, конечно, грустно слышать, но на самом деле движение есть. Тот же Agile Home, например, нас радует постепенно, начинает. Ну и многие другие примеры. Вселяют оптимизм. Коллеги, на сегодня у нас занятие завершено, времени у нас не осталось. Спасибо все, кто пришли. На вопросы я ответил вроде бы как на все. Спасибо, ждем вас на других наших семинарах, они у нас на этом не закончатся. Готовьте вопросы, с удовольствием на таких семинарах пообсуждаю какие-то конкретные примеры чего-то. И ждем вас, в том числе, на наших курсах тоже.